Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ее может практически каждый Да вообще каждый, потому что это не требует Длительной игры Есть у нас соплатформник данного танка Под названием Chi-Ha Shortgun Это премиумная машина Со 120-мм короткоствольной Корабельной пушкой И собственно у нее были проблемы Но тем не менее она довольно своеобразна И интересна Как же чувствует себя машина в регулярной ветке Будем разбираться прямо сейчас Наверное Только прежде чем мы начнем всем этим заниматься Направляю вам снова космический посыл Вы знаете, что блогерская чепуха Очень важна для Ютуба Она расценивается им как статистика Которая позволяет продвигать канал Выше в топ Это касается лайков, комментариев И подписок на канал, естественно Поэтому благодарю за содействие И спасибо за понимание Ну а теперь к Чи-Хакай Мы вооружены здесь уже обычной пушкой Стандартного заряжания Абсолютно похожей на все то Что в общем-то и находится обычно На околопесочных боевых рейтингах Это скорострельная мелкокалиберная пушка Тайп-1 47-мм Мы наделены всего одним типом снарядов Это каморный И все Больше вообще выбора нет Даже фугасов не завезли Пробиваем бронимы 71 мм в упор И 61 мм на 500 метрах Это довольно неплохие показатели Для нашего боевого рейтинга Но есть одна маленькая проблема Можем попадать мы на 2,7 и 3,0 В частности против американцев И там встречаются такие танки Как М4 со 105-мм пушкой И с ними у нас возникают Огромнейшие проблемы Японский снаряд не пробивает Этот танк практически никак Но это исключение из правил И в остальном пробивается все Более-менее неплохо Все-таки пробития по наклонной броне Не так много Да и в целом оно невысокое Есть также мелкокалиберные пулеметы Но расположен он в корпусе Как мы помним Имеет очень низкую скорость наведения Углы наводки И вообще бесполезен Непонятно для чего он здесь в игре существует В реальности это понятно А вот в игре бесполезный кусок ерунды Которая место занимает Что касается остальных орудийных характеристик То есть одна особенность Которая позволяет хоть как-то реализовать Это не авось какое орудие Это вертикальные углы наводки От минус 15 до 20 градусов наверх Соответственно можно использовать Углы отрицательные склонения орудия Для того чтобы играть от башни Это позволяет нам вроде бы неплохо себя чувствовать Но ровно до того момента Как нам не прилетит в командирскую башенку что-нибудь Конечно на данном боевом рейтинге Каморники встречаются особенно мощные не очень часто Но к чести этого танка Кто вообще ему будет стрелять в командирскую башенку Хоть она и похожа на трубу из Марио Непонятно Урона в основном у противников нет Поэтому делать так они скорее всего не будут Тем более что с бронированием ему не повезло Но о нем чуть позже Касаемо скорости наведения и времени перезарядки То здесь все в общем-то стандартно Скорость поворота башни около 15 градусов в секунду Что неплохо А вот время перезарядки на асах составляет 3,4 секунды И в этом кроется одна небольшая проблема С одной стороны ничего страшного конечно Но с другой перезаряжаются американцы И некоторые советы быстрее чем мы на асах Это неприятно сказывается в боях Когда нужно с ними как-то повоевать А мы вдруг промазали или не пробили Такое бывает Да там буквально доли секунды Но поверьте именно доли секунды в этот момент уже становятся решающими Учитывая не выдающиеся остальные характеристики орудия Неприятное открытие Бронирование Здесь ситуация следующая Машина танкует конечно же не своей броней А наличием внутрянки А который позже по броне 25 мм у нас в общем-то практически в круг Но во лбу башни можно встретить 35 и 30 мм листы Танковать это ничего не танкует конечно Но так для справки сойдет Касаемо рентгена Пять членов экипажа Трое в башне и двое в корпусе Более того в корпусе они скрыты трансмиссии Если будут стрелять в НЛД Ну а в башне хоть места и не так много Тем не менее три члена экипажа обычно не расселяются все сразу Да есть у нас боеукладка в башне Поэтому приходится брать меньше ее естественно Чтобы сократить шанс на подрыв Иначе в боевом отделении находится ее довольно немалое количество Это и за водителем и по левому борту и по правому Приходится много вынимать Тогда более-менее танк живет Ну и в целом здесь ситуация следующая Экипажей конечно много Но мы живем только потому что воюем против танков с низким заброневым То есть попадает по нам 37 мм болванка У нас убьет двух там членов экипажа И вот как-то так можно выжить Но иногда получается ситуация что Танк очень тесный Залетает в башню даже 45 какой-нибудь миллиметровый каморник И делает вам минус 4 члена экипажа Отправляя вас в ангар В общем живучесть Чи Хакай на своем БР не худшая Но с другой стороны и потанковать ему особо нечем И попадание которое по вам прилетит Скорее всего станет для вас фатальным Потому что перезарядка как вы помните быстро Если вам выбили наводчик или сломали двигатель Ну что ж в редких случаях вы можете куда-то уехать Или вдруг противник вас не убивает Стреляя вам например в двигатель несколько раз подряд Непонятно зачем Но некоторые так делают Поскольку на данных БР много неопытных игроков Касаемо подвижности Здесь ситуация обстоит следующим образом Мощность двигателя в 170 лошадиных сил на 15 тонн Более того есть еще одна небольшая проблемка во всем этом деле Называется она база танка и трансмиссия Реализовано в тундре все так Что поворот на месте у Чи Хакай Это дело довольно сложное И очень часто это мешает Скорость поворота башни конечно не медленная Но все равно хотелось бы помогать себе корпусом А в некоторых ситуациях это практически невозможно Особенно что касается поворота на слабых грунтах Или на наклонных поверхностях Похожая проблема есть у Шерманов Но у Чи Хакай на низких рангах противники-то более подвижные Поэтому она более ярко выражена А так в целом Ну кое-как мы конечно передвигаемся Однако большая часть наших союзников И тем более наших противников А очень часто мы воюем против немцев и советов Передвигаются в разы быстрее нас Ну взять тех же БТ-5, БТ-7 Которыми рандом переполнен Или какие-нибудь даже если брать чешские танки Или панцер третий То они не медленнее нас А бывает и быстрее То есть как-то непонятно все Максималка конечно не подводит 40 км в час Но набрать ее это практически невозможное дело В итоге мы получаем следующее Танк хоть и обладает некоторой живучестью Ограниченной В зависимости от против кого попадете Но все остальное в нем не выделяется Или не очень хорошо Поэтому мне и непонятно было Почему вы собственно хотели чтобы я его рассмотрел Тактика игры на нем довольно проста Учитывая невысокую скорость Нам приходится отыгрывать роль снайпера Да, баллистика у пушки нормальная И попадать можно Но пробития на большой дистанции Иногда не хватает чтобы пробивать Даже какие-нибудь М3 стюарты А их довольно много Или нормально уничтожать какие-нибудь другие машины У которых есть хоть какое-то маломальское бронирование Около там 40-50 мм Да даже 30 с чем-то под наклоном Уже может стать проблемой На дистанции более 500 метров Но в этом в общем-то и единственная возможность Использования Чихакай Поскольку в упоре танк не живет У нас нет брони И экипаж если нам попадают в башню Становится недееспособным на слишком долгое время На песочных брах это критически важно Урон у пушки вроде бы неплохой Но иногда достаточно рандомный И попадать в любом случае Нужно достаточно точно Только в этом случае Вы будете противника уничтожать Поэтому роль снайпера По-моему единственное что ему подходит Пытаться куда-то врываться Или захватывать точки Вообще не для нас Вся остальная команда Сделает скорее всего это успешнее И быстрее Единственный плюс Чихакай То что его можно поставить в сетап с Ки-43-2 Ну а в общем-то все остальное Непонятно Поскольку на этом же боевом рейтинг Есть куда более классный Хо-И Который делает с врагами Всякие неприятные Хо-И И вот тогда собственно Смысл Чихакай пропадает окончательно Рекомендую я его конечно прокачать Чтобы просто стрелочку на Хо-И перевести И его открыть Но по всем остальным характеристикам Танк слаб И смысла в нем как такового не существует Поэтому и играть на нем Советовать естественно не буду Быстро прошли И забыли Слава богу это ни Иго-Ко Ни Хаго И ни Ру-Го Не дай бог Эти машины самые ужасные Чихакай хотя бы приближается К нормальным танкам Которые вообще можно встретить На данных боевых рейтингах Пишите что вы думаете По поводу данного японского аппарата Результативности на нем добиться можно У меня получилось Но суть в том что играть смысла нет Пишите что вы думаете А я пойду опилить для вас новый контент Всем спасибо за просмотр И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр